Воскресный день в духе протеста. Второй выходной в Алматы горячий как для простых горожан, так и для силовиков. С утра последние уже поспешили оцепить площадь республики. Монумент независимости огородили лентой, символизирующий якобы памятник на ремонте. Клочок бумаги с извинениями за неудобства лишь придает еще больше неловкости всей этой ситуации. Здесь многие знают друг друга давно. Кто-то познакомился на вчерашнем митинге. Акция протеста мирная. Никакой агрессии, исключительно доброжелательные, но уставшие от подобной жизни люди. Это цветок, это 200 тенге. Я считаю, что девальвация, которую нам устроили, она настолько подорвала доверие к тенге, как к валюте, что в принципе ее можно хоронить. Надейте, чтобы красиво. Давайте. Валерия, скажите, пожалуйста, это вот что у вас? Это я протестую против запрета ношения кружевных трусов. Очень красиво. Правда? Очень красиво. Поэтому я бы хотела их носить внизу, но вот не дают. О современном искусстве Валерия Ибраева знает все и не понаслышке. Перформанс с кружевным бельем – ее ответ на возможный запрет на продажу ажурных трусов в странах таможенного союза. Скинуть свое нижнее белье монументы независимости решились также журналистки Жанна Байтилова и Евгения Плахина. Мало того, что нас делают бедными на 20%, еще и решают за нас, какое нижнее белье мы должны носить. И мы хотели вот в руку ворующего последние трусы отдать, потому что мало того, что воруют наши голоса на выборах, когда мы голосуем за тех, за кого мы хотим, но, к сожалению, во власть приходят совсем другие. Мало того, что нас обворовали с этой девальвацией на 20%, мало того, что наше право выражать мирно свое мнение – это право наше давя, так еще и право носить трусы. Однако добраться до самого монумента девушкам так и не удалось. Казахстанских силовиков девальвация, видимо, не коснулась. Вам что, мои трусы помешали? Я вам предлагаю, снимайте свои трусы отдадим, вы же тоже попали со своей зарплаты, у вас нищенская зарплата, а еще и у вас это сожрало все. Давайте, может быть, вы все тоже снимете трусы, давайте поддержим, а? Нет? Полицейские вытолкали митингующих с огражденной территории, а активисток, разумеется, по закону Назарабайской политики, схватили, впихнули в машины и увезли в ближайшее РОВД. Ура! Пошел! Кто там держит от тебя? Назарабай, боится трусы! И ты боятся трусы! Все боятся трусы! Соботу трясат! Вслед за журналистками, любящими кружевные трусы, задержали и Валерию Ибраеву. За что вас забрали-то? Я ни слова в общем-то не сказала, кроме того, что я протестую против ношения трусов и надела их на голову. И за это вас забрали? За то, что у вас? За это забрали? Ну, я так понимаю, что за то, что у меня на голове были трусы. Остальным силовики посоветовали тихо и мирно разойтись по домам. Однако эта кружевная встреча в воскресный день многим пришлась по душе. Поэтому присутствующие предложили встречаться по интересам каждый выходной. Субтитры создавал DimaTorzok